Добрый день, меня зовут Сергей и вы на канале Мурашных в Домах. Сегодня у нас праздничный юбилейный выпуск видеоблога о семье наших муравьев-жнецов, которые живут у нас дома. Дело в том, что ровно 5 лет назад мы выложили пробирку с маленькой семьей муравьев-жнецов на арену нашего первого фармикария «Зеленая долина». С этого дня мы и ведем отсчет истории этой муравьиной семьи, которая на наших глазах превратилась из двух-трех десятков жителей в многонаселенный город. Посмотрите сами на эти улицы, по которым осуществляется бурное движение, на жилые камеры, переполненные населением, на активно работающих над решением своих муравьиных проблем граждан, бездельничающих лентяев или философствующих о чем-то жителях. Мы все время задавались вопросом, сколько же существ проживает теперь в этом городе. Так что наш выпуск будет посвящен переписи муравьиного населения, которую мы недавно провели. Помимо того, что данная серия приурочена юбилейной дате, мы также хотели рассказать о том, как же идет развитие этой муравьиной семьи в новом фармикарии. Отследить это было не так и просто, потому что муравьев в семье уже очень много. Как мы справлялись с данной проблемой, смотрите в ролике. Итак, подсчет населения в больших колониях муравьев – задание очень непростое. Взглядом их разом не охватишь. К тому же муравьи постоянно перемещаются. Это кайброуновское движение. Муравьи очень любят собираться в плотные группы. Но даже это еще полбеды. В этих группах муравьи могут располагаться в несколько слоев на всех имеющихся плоскостях. Одни на полу, другие над ними на потолке, а третий на стенах. Все это сильно затрудняет подсчеты. Тем не менее, определенную цифру все же можно получить, чтобы по крайней мере понимать их приблизительную численность. Чтобы осуществить нашу перепись, мы сфотографировали каждый сектор фармикария так, чтобы каждая камера, коридор и обе арены были видны крупным планом. Получилось несколько десятков фотографий. Затем каждую фотографию мы открывали в графическом редакторе и возле каждого муравьиного брюшка ставили цветную точку и ввели подсчет. Затем на карте фармикария мы отмечали количество муравьев в каждой камере. Дело было очень кропотливое, но результат мы получили как по отдельным секциям фармикария, так и в сумме. Напомним, что когда в середине ядваря 2020 года мы начали переселение из старого фармикария в новый, то муравьиное население мы оценивали в 700-800 рабочих муравьев. Этот год был для наших жнецов настоящим рассветом, и мы были уверены, что как минимум полторы-две тысячи муравьев в новом фармикарии уже успешно проживают. Но перепись показала, что дела обстоят даже еще лучше. Собственно, вот они результаты переписи. Больше всего муравьев, как и ожидалось, расположилось в зеленой секции. Примерно 1100. Это легко объяснить как центральным расположением секции, так и ее большими размерами. Кроме этого, она находится между двумя камерами увлажнения, и в ней есть камеры с гипсовыми подушками, на которых любят сидеть муравьи. В результате в этой секции находится резиденция королевы и большая часть расплода. В голубой и желтой секциях население практически одинаковое. 420-450 муравьев. В открытой, совсем недавно алой секции мы насчитали порядка 320 муравьев. Много муравьев постоянно находится на аренах. Особенно на внутренней арене, где стоят поилки и куда выкладывается белковая прикормка. Но много муравьев и на внешней арене. В общем, мы насчитали около 270 муравьев на внутренней и порядка полутора сотен на внешней арене. Сложив численность муравьев во всех секциях, мы получили порядка 2700 муравьев. А это значит, что за год населения нового нарготронда выросло в 3,5 раза. Совсем неплохой результат. Вот что дает просторная территория и питание с белковыми добавками. Надеемся, что в течение еще пары лет мы сможем довести численность нашей колонии до 5000 муравьев-жнецов. И это будет просто прекрасная картина. Ну вот, а на сегодня мы прощаемся с вами на такой вот оптимистической ноте. Желаем всем радостных наступающих праздников. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok